Скунс же очень полезный и нужный зверь, ведь ты нанюхиваешься его газом и начинаешь парить с вытаращенными глазами. Майя Нивна, с вами, всем привет, и сегодня у нас реакция на видео с канала Уголок Акро, и это Сараты, и не очень, игры по ледниковому периоду. Отлично, великолепная вселенная, вселенная, серия мультфильмов, по-моему, что там за игры. Как игры по ледниковому периоду? Я в мою какую-то игру играл. Чё, серьёзно? Оооо, хорошо, ребят, руки на стол, руки на стол. Так, стоп, стоп. Что? Вот вы знакомитесь с довольно интересным человеком. Вот он раскрывается с новой стороны. Вот он начинает выпивать, но от этого вроде даже становится веселее. А вот он уже немного перебрал. А вот он уже мочится себе в штаны. А вы наблюдаете за этим позором и испытываете испанский стыд. Для вермик зрителей лучшие, свежие, только с прилавка. Нет, правда? Вы можете себе представить, чтобы в 2002 году зритель, что пошёл в кино на первый ледниковый период, вообще мог бы поверить, что спустя 14 лет, вот эту приколюху с летающей тарелкой разовьют в полноценный мультфильм. Хотя, они скорее поверили бы в это, чем в то, что будет происходить на Земле в 2021. Ну да, тут сейчас происходит прям... А, Риконкин, как известно, знатно схватит. Хотя... Сейчас уже вроде бы все идет более-менее в лучшую сторону, посмотрим, что будет дальше. Да, знаете, я хотел играть Шекспира, но нужно было с чего-то начинать. И я подписался на роль Скрета, думая, что, эй, нужна же какая-то работенка. Я же не стану актером одной роли. Сука! Но мы сегодня собрались говорить не про мультфильмы, а про игры. Как там игровая серия справилась со всеми этими переменами? Какая ламповая игра, на самом деле. Начнем с самого начала. 2002 год. Ледниковый период становится настоящим хитом. И самое время дать новоявленной фан-базе поиграть за уже полюбившихся героев. Так появился Ледниковый период на приставку Game Boy Advance. И я не завидую тем людям, что посчитали, будто это игра... Ну, валит симпатично, только почему он стреляет с фаерболами? ...сможет соответствовать качеству мультфильма. О, нет. Я не могу воспринимать эти шакальные скрины из мультфильма не как издевательство. Какой кошмар. Особенно с этой музыкой. Когда я в Final Fantasy зашел, ну... Справьте, перепутали. Это что, гимн? Мне надо плакать или не надо? Я растерян. Господи, они могли бы хотя бы текст какой-нибудь написать. Типа, бла-бла. Смотри, ребенок. Интересно, за сколько можно его сбагрить на черный рынок? Черт прибыль пополам. Не, ну серьезно, что это за немое кино? Даже на играх какой-нибудь приставки Dendy обычно не брезговали расщитриться на текст. Я не понимаю, что тут написано, но это явно текст. А это ничего. Ладно, что по самой игре? Вы играете за мамонта Мэнни и тащите на себе ребенка. Я должен сказать, Мэнни худший претендент для этого. В этом мире его может убить буквально все. Что это? Улитка? Неважно, если оно дышит, оно может прикончить главного героя. Улитка убийца. Мне нравится, как даже пацан в мэннике, когда гребаный мамонт сдыхает от летучих мышей. А нельзя было найти более достойных противников? Например, это что, скрет? Они были в программе первой части. Я так-то давно смотрел. Окей, если у кого-то по какой-то причине было желание убить скрета... Вы можете совершить подобный акт насилия в этой игре. Действительно, пошел ты скрет. Ты даже почти не связан с основной сюжетной линией мультика. Но все помнят именно тебя. Ты оборзил. Тут можно атаковать спящего носорога. Какая подлость, если так подумать. И я просто обожаю этот звук, когда герою наносят урон. А с местным управлением вы будете слышать его часто. Это не Интендаж 2DS у него, или 3DS. Как прикольно. Хочу тоже себе это появление не купить. Но самое решение здесь не это, а вот такое решение. Здесь, чтобы пройти, нужно сломать пол. Вот тут стену. Тут попрыгать по птицам. А здесь у нас скунс. Я вначале подумал, что он очередной враг. Но нет. Это же не скрет, которого создатели игры, видимо, ненавидят. Скунс же очень полезный и нужный зверь. Ведь ты нанюхиваешься его газом. Что? И начинаешь парить с вытаращенными глазами. Да. Этот газ не наносит урон. Вам буквально нужно, чтобы героя от него вштырило. Иначе игру не пройти. Класс. И все это под звуковой эффект, будто взятый из яралаша. Музыка из пуков была сделана, кстати. Классик. В общем-то, все то же самое. Идем слева направо и занимаемся собирательством. Ну или это ранее плохо. Мне уже настолько плохо от этой игры, что мне кажется, будто его ноги состоят из вращающегося Соника. Что еще украдете? Вращение Крэша Бандикута. У меня параллельно установлена сейчас игра Рэчит и Крэш на Плейстейшене. И поэтому что-то у меня ассоциация произошла. А знаете, как герои будут благодарить вас в конце уровней? Поворачиванием в анфас. Но блин, лучше бы они это не делали. Лучше бы поберегли мою и без того хрупкую психику. Я понимаю, что это как бы геймбой. Но блин, на этой платформе явно есть игры достойные. Блин, прикольно. А, да, это геймбой. Были похожи на Nintendo 2DS, просто далеко, но он потоньше Nintendo будет. Х3DS. Так это Соник. Ну вот, прибавила, типа логическая игра. Не кинуть Сиды через пропасть. А сам спокойно пройтись по камням. Круто же. Ну это прикольно. И это помогает поверить в то, что персонажи сдружились, пройдя приключения в первом мультфильме. Слушайте, ну вот это прикольно. Это такая головоломка, где ты должен сразу думать, как играть за трех персонажей. Вот это, кстати, интересная идея. У нас так принято. А поскольку карты довольно большие, с помощью нужной кнопки мы можем включить режим обзора и осмотреть карту. Узнать, где персонажи, какое препятствие, как пройти к нему и прочее. Это делает геймплей приятным. Вот только главный минус в том, что это одиночная игра. И нужно постоянно самому все перетаскивать. Да это минус, да. Если бы на двоих было вообще шикарно. Сложно, но приятно. А если на троих, то... Это типа друзей. ...средниковый период 2 на персональном компьютере. Ой, а Фетт вроде бы играл немножко. ...на начальную заставку можно реально с удовольствием залипнуть. Реабилитация скрета продолжается. Нам по сути показывают события второй части с его стороны. И белка здесь, в отличие от слабого геймбойного мэнии, настоящая боевая машина. Ничего себе! Он, блин, в состоянии дать по щам белому медведю. Мне кажется, если бы основные персонажи нормально так закорешились бы со скретом, то избежали бы половины своих проблем. Вот это я понимаю. На первой локации нас учат основам управления. Как плавать, ломать лед, карабкаться. И это здорово. А потом нам предлагают надуть крысобела водой, как воздушный шар. И я, конечно, слышал, что полезно вливать в себя 3 литра в день. Но не с залпом же. Локации просторные и радуют глаз. Не белки же. Не то, чтобы прямо пик разнообразия. Но зато тут уровень третьего Devil May Cry завезли. А это, знаете ли, многого стоит. Кстати, по-моему, у этой рыбины какой-то синдром Тардис. Ведь она снаружи явно не соответствует этим бездомным внутренностям, по которым нам тут придется плескаться. Вашу мать, что за глазище? Я что, скоро играю? Все нормально там. Но, к счастью, скретно таким не напугать. Делал May Cry 3. Или локация с Димон Сулоса в пещерах. Господи. Ничего себе он. Вот она карате. Я знаю кунг-фу. Мини-игры тут неплохо разбавляют основной геймплей. Можно попытаться в стейлс Диего, попробовать освоить боулинг с пингвинами и скатиться с горок с Сидом для того, чтобы собрать 7000 очков, дабы впечатлить девушек. Но в конце собрав эти очки, ты кинжаешь только Мэнни и Диего. Типа женщины не нужны. И только друзья способны искренне восторгаться тобой. Или мысль в том, что Сид настолько неудачник, что даже выполнив задание, он не получает того, что он хочет. Сальтухи мучает. Это как если бы в конце Супер Марио, в финале вместо принцессы, вышел бы какой-нибудь Луиджи и такой, братан, пока ты сюда пёрся, принцессу яхтиловали и съели. Как миленько. А ещё тут можно добираться до орехов с помощью чужих газов. Блин, лучше вернуть эту кишку со скунсом. И то было менее мерзко. В конце игры мы покидываемся яйцом, чтобы... Ну любят они про пуки, это всякие скунсы. Пуки, класс. Проходим ещё метров 100, минуя двух с половиной жуков. Залезаем вот сюда и видим это. В конце концов, это все работало. Я нашел еще один маммот. Диего получил его страху воды. И даже Сид получил немного респект. Честа вернул. И это всё? Тут же, блин, имеются заставки на движке игры. Почему они решили ограничиться в финале такой халтурой? Бюджет закончился в конце. Вначале он-то был, а в конце его нет. Уже всё, выпили, съели, всё шумали. Это, конечно, не уровень Шрека на PS1. Но всё равно обидно. Ведь игра реально клёвая и на тебе подстава в конце. Возможно, к финалу у разработчиков просто закончились деньги. Жаль ничего не рассказать хорошего про версию второй части на Nintendo DS. Это будто какая-то обрезанная версия геймбоя с ограничениями по смене персонажей. Мало мне ограничений в реальной жизни. Все уровни состоят из схемы найти вот того и ты красавчик. Но из-за неудобной карты ограниченного взора и плохого дизайна локаций, это превращается в пытку. И даже не отмечены плитки персонажей, на которых, собственно, можно менять главного героя. Но знаете, что в вечерах? Животные, которых нужно спасать, чтобы получить дополнительные очки. Класс. Меня бы кто спас от этой игры. Кстати, третью часть на DS с эпичным боссом я смог найти только на французском. Так что давайте уже перейдём к ПК-версии. По мне, третья часть самая лучшая. Возможность поиграть аж за шесть персонажей. Разнообразные уровни. Блин, вот это я не играл. Вау. Ничего себе. Вот в это я не играл. Выглядит прикольно. Всё, ребята. Когда-то. Я знаю, что я заколебал. Когда-то мы поиграем это на стримерском канале. Мацнее. Ну, когда-то. Я думаю, я возьмусь и переиграю подобные старые игрушки. Они довольно короткие, кстати, в чём их плюс. Может быть, перед Новым годом сделаю такой вот стрим. Порядниковый период перед Новым годом. Было, кстати, довольно забавно. Посмотрим. Да, Новый год не скоро. Не скоро. Но кто говорил, что это я скоро поиграю? Знаете, сколько игр бы она обещала? Я даже не обещал их. Я бы сказал, что я, может быть, поиграю. Ну, надо поиграть-то в них когда-то. А Бака это вообще грёбаный дум. А ещё он может лазить по Лианам, будто Человек-паук. Возьмите его в какой-нибудь паучий кроссовер. Меньше всего повезло Диего и Мэнни. За них дадут поуправлять только по одному разу. И если в гонке с Диего есть возможность подобрать жену Бака... Я как-то проснулся, а у меня жена ананас. Уродливый такой. ...то за Мэнни дадут побокорчёвывать пару пней. Будто его не просто понизили в должности, но и отправили на исправительные работы. Что касается сюжета, то он периодически отходит от мульта. Вообще, это неплохо. Зачем смотреть всё то же самое? С другой стороны, начало первого уровня заставляет задуматься. Мамонт Мэнни понял, что своим поведением он нервирует свою беременную даму. И в качестве извинения он решил вручить ей кристалл, за которым он посылает ленивца Сида и апоссумов. А сам вообще, походу, задницу не поднимает. Сида вообще платит за это? Или там в ледниковом периоде процветает рабство? То-то в каждой части всё больше персонажей. Это всё пополнение рабских ресурсов. Финальным боссом в игре выступает динозавр Руди. Хотя, как по мне, главным злодеем этой игры является русский голос Сида. Так, крошка-персик, поскольку твои родители поручили мне за тобой присмотреть, я расскажу тебе сказку на ночь. Отстань от меня! В финале баг должен стрелять по цветкам, чтобы оброшить скалы. Специфичное, специфичное. И дать возможность матери динозавров скинуть главного злодея со скалы. То есть, финальное действие даже делает персонаж, которым игрок не управляет. И да, я обожаю этот шаблон с падающими злодеями. Ну, типа, нам же не показывают, что он прямо сдох. Факта смерти нет. Можно смело показывать детям. Интересно, хоть кто-то из злодеев покупал страховки на такой случай? К выходу четвёртой части игроделы решили не особо сворачиваться. И вместо стандартного экшен-адвенчера с мини-играми сделали просто набор мини-игр. Не, ну а зачем тянуть с прелюдиями? Тут происходит настоящая делёжка имущества в виде жёлудя с фруктами с бандой пиратов. Не твоя пики, а наш пики. И да начнутся арктические игры. Имеются такие испытания. Лыжи, катание с гор... Такое прикольное себе, оно было бы на двоих. Прикольно играть было бы такое вдвоём. Ну, потому что мини-игры на двоих, это самое то. Иногда нет времени поиграть какую-то полноценную игру на двоих, которая там долгая. Окей, кёрн. Метание скрета в цели путём вдувания ему в задницу. Надеюсь, хоть кто-то получал от этого удовольствие. После каждого испытания нас ждёт мини-заставка. I won't, I won't, I won't. Сюжет со всеми заставками можно спокойно пройти за час. В кои-то веки в детской игре действительно детская сложность. Бывает же такое. По сути, всё это цепляет исключительно, если ты играешь в компании с друзьями. А, можно в компании играть? На какой-нибудь Nintendo Wii от неё получали немало удовольствия. А я, я что вам, социальный человек? Нет, в компании, мне кажется, в такие игры прикольно играть. Так как в Mario Party. Mario Party довольно простая игра, но играть в компании, ну, если тем более играть в компании, то это довольно сложно. Может быть, даже быть, что ли? That doesn't sound very friendly at all. Нужно уточнить, что по ледниковому периоду выходили всякие простенькие онлайн игры. Игры на мобилках. Но их ценность довольно сомнительна. Ммм, три вряд ли. Обожаю. Не, ну зато тебя лично Сид поздравляет с победой. Это же так мотивирует играть. Или вот вариации ферм, которые могут похвастаться тем, что рядом стоит баг, который мертв в душе. Впрочем, как и я, когда в это играю. Серьезно, наверное, самое играбельное, что я видел на мобилках, вот эта старая Ява игра. На Джаву? Уии! Блин, Ява, почему? Я так привык говорить Джава почему-то. Как более правильно, Ява или Джава? Я говорил сюда Джава. Я программировал на Джаве. Я имею право голоса. Я всегда говорил Джава, не знаю. Хотя слышал и Ява произношение, и Джава произношение. От программистов именно. Но как-то мы даже когда говорили одновременно с ними, как-то говорили там, кто-то говорит Ява, и мы говорили Джава, никаких конфликтов не было. Поэтому как-то у меня никогда этого не возникало вопроса. Каждый говорил, как удобнее. Какая разница, программируем-то мы на одном языке? Ну что касается игр по пятому мультфильму. Ну то я обижался. Обиженский себе не строил. Видимо, все решили держаться от этого дела подальше. Зато в 2019 году вышло чокнутое приключение Скрэта. И знаете, есть персонажи, что хороши в меру. За время игры ты просто успеваешь устать от Скрэта. И сама игра вообще не помогает тебе избавиться от этого чувства. Враги Скрэта в виде жуков, москитов, пираний и опоссумов абсолютно на всех картах одинаковые. Прохождение с каждым уровнем становится все однообразнее и скучнее. В игре по второй части Скрэт был сумасшедшим маньяком. А тут будто он сам уже устал от всего происходящего и продолжает действовать по инерции. Он, конечно, может получить особые способности от Супер Ореха, но кроме двойного прыжка они и не особо нужны. Очень быстро ты понимаешь, что атаковать рядовых врагов абсолютно бессмысленно. И начинаешь их тупо всех оббегать. В игре есть боссы, которые здоровые монстры из прошлых игр. Есть даже Фрэнк и Карл из самой первой части. Вот, ну это прикольно. Один из которых... В итоге складывается впечатление, будто ты на протяжении шести часов выполняешь одни и те же действия. А вокруг лишь меняются декорации. Будто игрока решили подготовить таким образом ко взрослой жизни. По сути, это логовый братец второй части. С более приятной графикой и крайне неприятной камерой. 40% времени вы будете лицезреть кусты, льдины и все остальное. За что камера сумеет заехать. Спустя шесть часов не самой интересной игры, Скрэта забирает инопланетный корабль в виде желудя. Является ли это аллегорией на то, что жизнь Скрэта закончилась? Он достиг всего... Ура, наконец-то, больше не будет. Для никого приду, хватит как бы насиловать эту серию. Ну нет, будет, будет. Вроде она там же будет, да или нет? Или не будет, или будет. Какая глубокая аллегория. Ну или нет, ведь на корабле его встречает инопланетная белка в латексе. Либо для кого-то район именно так, либо моя аллегория сломалась. Как я понял, это белка из короткометражки, которая является продолжением ледникового периода 5. Но сам факт того, что у ледникового периода 5 есть хоть какое-то продолжение, заставляет меня усомниться в том, что человечество не является ошибкой. Вот даже не хочу в это лезть. Хотя, возможно, я лишаю себя новых фетишей. На этом все. Говорит, за меня хватит. Франшиза ледниковый период теперь принадлежит Диснею. И пока данная компания не торопится что-то делать ни в мультфильмах, и ни в играх. И, наверное, слава богу. Однако игры при всех периодических... Им бы как-то по-другому преподнести в Дикого периода. Как бы вселенная в Дикого периода довольно прикольная, интересная. Но, мне кажется, насиловать тех же героев до сих пор, уже как бы 5 частей, плюс короткометражки, плюс всякие мини-мультики, лучше какие-то новые персонажи придумать. Или рассказать о каких-то персонажах, которые мы видели как второстепенных, но их раскрыть интересно. Это было тоже круто. Показали путь маленькой белки, которая начинала рядовым врагом, которого можно и не заметить, а закончила героем своей персональной игры, который смог заполучить все. И желуди, и девушку. А если у него все вышло, то может все получится и у тебя? Ну, а с вами был Аккер. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Не забывайте про мой твич, я там стримлю, если что. Про мою группу ВКонтакте. Хороший ролик, хороший ролик. Люблю ролики про всякие вот эти старые игрушки, про игры по мультфильмам. Чаще всего они, конечно, в Саратове. Будем объективны. И по Мадагаскару, и по прочему. Ну, у них есть эта старая ламповость, ностальгия. Она делает свое дело. Как бы в детстве выбора особо не было, во что играть объективно. Это не сейчас Steam с миллионом игр, которые ты даже не запускаешь, потому что... Ну, когда-то! Ну, я купил просто продажа. Раньше-то нет. Ты купил диск, и ты мог диск потом вернуть, чтобы взять себе новый диск со скидкой. И ты как бы ценил это. А когда у тебя игра не запускалась, для тебя это была трагедия. Поэтому вот такие были времена. Ребята, подписывайтесь на Акро. Ставьте ему лайки. Там, комментарии пишите. И также подписывайтесь на меня. Мне было бы очень приятно. Всем удачи, ребята. Всем пока-пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok